вы пока все присоединяйтесь я не знаю мне волосы накручивать или макияж делать не знаю что лучше какие планы каждый день одно и то же но сегодня решили разбавить так как солнышко и скорее все что сделаем шашлык его думаю или во дворе или поехать куда-то в берегу у нас тут десна есть река и может быть к реке не знаю макияж просто включила в розетку уже чуть накрутиться здравствуйте только прочитала ваш пост этот эфир да привет карантинчик x правы честно на все соцсетях привет привет так уже наверное можно очень прикольная штука но все равно занимает минут 20 для того чтобы накрутиться и плюс вот кстати видите у меня тут короткие волосы они обламываются после операции и я не очень люблю как бы накручивается потому что я не сильно умею это делать скажу честно аня где ваша мама на предмама в запорожье вот ну приедет когда карантин закончится вот поэтому ай привет 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 спасибо так ну что почалы вы мне если что говорите хватит там надо держать 15 секунд и я тут кофе пока мыло шампура кофе остыл что за штука это филипс предпоследняя есть последняя она такая типа покруче это предпоследняя такая штука которая типа накручивать локоны без какими 2 не дотрагиваетесь и не обжигаетесь то есть она делает все за вас ну как то вот так и выходит я не люблю когда сильно и видите я кладу на ноги то есть она вся холодная только вот там вот внутри есть металл который горячий аня расскажи про карманные деньги ники хватит спасибо офигенный костюм где брал он теплым теплым на флисе это кабанчиком по поводу карманных денег для ники у ники на карточке лежит около тысячи гривен которые она не хочет тратить то есть именно у него бывает полторы и бывает ну как бы и когда она уходит в минус тысячи у нее начинается паника ну вот ей надо чтобы там именно тысячи лежал по поводу карманных денег и на карточку кладу я кладет папа и она как бы сама ими распоряжается ну как то вот так вот у нее более вот это конечно с этой стороны я чуть-чуть путаюсь а мне эту сторону легче на круче чем это кабанчиком да через интернет можно такой костюм заказать можно да и причем во все страны привет хабаровские карантина только готовится поэтому я пришла на тренировку хорошего дня у нас уже все закрыто все тренажерные зала все магазины работают только аптеки и банки даже теперь работают по времени некоторые только по записи ну короче то есть у нас чуть ли не чрезвычайное положение ну я живу за городом мне проще в плане того что у меня тут людей нету то есть у меня вода как его даже соседей нету поэтому они есть там где-то далеко данными вот так вот забор к забору у меня нету поэтому мне вообще некая была одна так и есть для соседей вот иногда выхожу в магазин за продуктами как дела мне кажется сейчас у всех дела одинаково вот прям полностью у всех одинаково все сидят дома и занимаются каждый кто на что способен у меня сейчас дети ну как живет приезжает приезжает и как бы до большая часть времени мы проводим вместе вот но тут тоже такая вещь раньше просто свидание свидание да а сейчас как бы ну уже по-другому и я уже написала в посте отношения штука такая интересная но в плане когда вы все время вместе так мы на харьковской возле мака вчера полиция ходила собакой разгоняла тех кто в будках этих шаурмой ну вообще по факту этаж типа еда на вынос но там антисанитария то есть заведение некоторые некоторые рестораны вот мы ездили когда мы мимо проезжали и были голодные и вот не было времени как бы для приготовить короче решили что зайдем в заведение и на выно закажем но так и сделали и получается что на выно же работают некоторые заведения но вот шаурма но я к ней всегда относилась так скептически вот там же антисанитария такое время мне кажется шаурму надо было закрыть в первую очередь пока смотрю тебя стою в планке приятная с полезного класс и кстати вчера тоже стояла в планке а то после закрытия спортзала раздлинилась совсем то же самое я вчера постояла в планке и все то есть я не занималась хотя думаю так я сейчас позанимаюсь сейчас этом попу покачаю еще пресс покачать постояла в планке и все не захотела больше ничего делать так я общаюсь с вами забываю какое количество я держу а что это гаджет гаджет у тебя скажи это плойка от philips вот она видите ну как я не люблю обычные плойки потому что вечно обжигаюсь то есть пальцы постоянно в балдырях тут удобно закрутила этот я еще не проснулась видимо ну прядь и и все сколько стою в планке но у меня немного получается у меня максимум полторы две минуты скажу честно и по на площадь 4 подхода 3-4 подхода у меня во первых у меня как мне нельзя много потому что у меня сразу повышается давление чего нельзя я так обычная бро все жгла о боже да я представляю поэтому вы так вот восхищаюсь вашей силе смелости боль большой пример для меня как приятно а модель цена на него какая в рублях не знаю это модель предыдущая philips про каре авто курлер какой-то не знаю сейчас есть новые они чуть по-другому выглядят мне где-то пост был я модель писала вот у меня по хэштегам запорожская beauty запорожская там fashion то есть очень можно найти много интересных постов на эти темы всегда смотрю ваш влог и читаю посты приятно вас смотреть спасибо большое у меня есть влог с этого ну как материал с афин но я еще не монтировала надо монтировать а еще иногда это плойка зажевывает волосы вот это неприятно сколько стоит эта плойка я не знаю потому что эту плойку подарил philips много лет назад наверно года четыре или даже пять поэтому а я такая пусть особенно не накрашенная да заспана какая на него примерно надо просто сбить в гугли плойка от philips там будет несколько вариантов и просто нам по фотографиям найти похоже и все ты крутышка любим тебя и очень рады что твои глаза наконец-то счастливые спасибо большое очень жду влог с афин да мы же сейчас смотрите мы когда приехали туда ну это сейчас ситуация такая нагнетенная тогда мы приехали мы думали что это ну как вот как раз это типа финал и сейчас все пойдет на спад мы не знали что будет наоборот и когда были там типа все было ок ходили по заведениям все потом там как бы захватили же выходные там закрывают на карантин заведения все людей становится меньше мы кайфуем потому что пристать и ходить по туристическим местам без людей но как люди были просто не в таком количестве да не толпы и это было круто потом прилетаем домой думаем ну тоже типа все ок все нормально то раздуто но то что сейчас до происходит начинаешь читать смотреть понимать и думаешь о боже ну то есть как бы приходит понимание того что мир уже не не такой как прежде как думаешь почему активность на твоей странице снизилась а у меня активность на странице не заметила сохрани эфир какие еще делаешь упражнения помимо планки если имеете в виду количество подписчиков то они как бы становятся меньше из-за я участвовала перед поездкой в как и называются боже мой но эти такие как give away или что-то типа такого потом когда give away заканчивается ну естественно люди отписываются это нормальная практика почему не ведете канал жизнь мамка трудешка потому что не успеваю тем более мне в youtube ну как в р сказали что они типа не надо два канала давайте поведи один лучше ну как так и делаю были на самоизоляции после поездки ну смотрите что в вашем понимании самоизоляция да то есть как бы люди как ходили в аптеке в магазины так и ходят ну как бы вот опять же самоизоляция я и так самая изоляция если живу за городом лайков ставят ставят совсем мало вы знаете на мы лайки не сильно много смотрю поэтому как бы не знаю ну привет солнышко привет дашь как вы там привет жаль что на початок не вспила гарного дня там ничего не было знакомый в италии говорит что это ужасно люди нервничать многих уволили с работы будет дальше если честно вообще даже не предполагаю какие делаешь еще упражнения помимо планки у меня есть в этом как он называется в это вот эти вот кружочки в ну типа активные stories и которые сохраняются там есть типа упражнения я там чуть-чуть как бы оставила то что делаю в основном у меня основной это пресс ноги ну попа то есть иногда делаю спину ну потому что как бы грудь спина тоже важно верхняя часть тела каждую по тем как бы по чуть-чуть если иду например зал или даже дома то делаю например упор на вверх на следующий день или через день например на низ почему не и введёте канал жить мамку тут девушка не поняла а это я уже ответила где доминика ника и идем к они сейчас у папы потому что так как каникулы мы разделили недели то есть папа что жена и там на карантине вот неделю дети у него неделю ну как у меня вот так так что не заканчивается сохранить и пожалуйста окей ты собираешься выйти на двор думаем поехать наверное к этому к реке в лес так как я живу недалеко от леса от реки во дворе уже надоело сидеть и думаю может быть погулять по лесу вышла с вами ты уже в эфире ну да я тебя не дождалась сохрани эфир окей нашла для себя лайфхак буду заниматься пока тебя в прямом эфире смотрю интересно слушайте время летит незаметно слушай прикольно я обычно около часа эфир веду давайте как-то совместный эфир с несколькими людьми можно попробовать потому что ни разу не пробовала как сериал триггер классный но я еще не смотрел до конца не крутите концы будет более стильно а как не крутить видите это же штука которая ну как закручивает полностью логан ты читала книгу михаила лапковского хочу и буду не а кстати можно так вы с м двоем наши хочу плюс друзьями еще ну нам вдвоем весело вот может быть петя подъедет не знаю глянем нам хорошо и вдвоем а вот то что говорила а знаете почему так происходит чтоб не спалить мне волосы так происходит из-за того что большая прядь вот это вот минус этой плойки то есть пряди должны быть малипусенькие когда они малипусенькие не сильно накручены тоже это не очень нравится ничего же я тут перед вами кручусь как бы эфир виду вот в таком виде просто у меня так вышло сейчас вот когда маленькая прядь все окей так самоизоляция это по приезду с европы сидит дома на карантин 27 дней по магазинам тоже ходить не рекомендуется ну значит я не на самоизоляции соня говорит что все хорошо мы уже не были я видела что вы были в больнице но я увидела когда вы уже вернулись домой и поняла уже что случилось да ну бедный ребенок с больницы сразу на карантин почти поэтому тоже конечно не прикольно они это можно быть ссылочка на сериал да у меня девочка спросила я в личку сбросила я смотрю на блин забыла название а я кстати в фейсбуке тоже мне кто-то спросил из девчонок и я сбросила ссылку как избежать депрессию время карантина от чего депрессия столько всего можно делать столько свободного времени что мне кажется ты наоборот кайф где же депрессия надо находить себе занятия так вот и прекрасно буду хоть как-то двигаться а то сегодня на щеки свои посмотрела вижу как они увеличиваются хитрическая прогрессия это сейчас у всех проблема потому что все дома все едят как тебе жалко волосы женщины фигня волосы у тебя так и не густые и тонкие ну вот поэтому и жгу для того чтобы создать наверное объем какой то не знаю надоело уже просто прямые но кстати по поводу густоты мне трихологи говорили что волосы густые как раз и они близко расположен друг с другом просто они тонкие а это две большие разницы не густые тонкие они просто тонкие но густые так что не обижайте мои волосы ты еще нас не видела моя любимая не у того как приятно люблю тебя смотреть любом виде любом состоянии привет красаву не что делать с памятью я очень много забываю аналогичная ситуация вот честно вот тоже самое может быть от того что я консультировалась с неврологом но по своей этой штуке и говорю там память вообще он не назначает там разные препараты чтобы память улучшить но вообще он говорит когда в голове очень много мыслей поэтому как бы из памяти проблема что делает доминика много рисует я просто в гугле вела есть много сайтов где можно посмотреть сериал мне девочки то но это же говорю бейте в гугле как не могу найти поэтому я сбросила и я клеить депрессии так взяла курс про фото буду навчаться все правильно посмотрите сериал содержанки крутой я видела классный давно причем видела так ждала встречи с находить находите в карантине романтику мы тоже в преграде какой вас вес 49 долго держите прядь нет по идее секунд 15-20 я в stories показывала когда я прокапывалась я показывала что я искала эти лекарства вот рассказывала чего они для чего они вот поэтому я сейчас уже не помню но они конечно и по цене такие себе там по моему 5 ампул 700 гривен стоили вот но они этого стоят это гомеопатия то есть это не какая-то там типа вроде как химия так сейчас секунду есть они то сколько у вас начались эти проблемы со строем не было 16 лет когда у меня случился геморрагический инсульт у меня была парализация правосторонняя нарушена память я не узнавала людей не помнила то есть я понимала я я знала где находится школа но я не могла вспомнить не номер школы не как зовут мою маму не как зовут меня ну короче типа такого плюс я не могла говорить потому что была нарушена речь памяти и я заново училась держать ложку до 40 дней лежала в постели нельзя было поднимать голову ну короче своя история есть они содержанки 2 сезон там есть раз сезон ого я не знала надо будет глянуть привет это костюм кабанчиком да посоветуйте пожалуйста на какие костюмы обратить внимание с какого начать еще нет ни одного костюма но вот этот очень тепло он зимний так как пойдем гулять и тем более если это лес то ну прохладно будет поэтому у меня очень здорово выручает также есть не на флисе а такие как трикотажные у меня есть влог с кабанчиком у меня много оттуда влогов есть белый костюм очень прикольный но если любите с пилотами есть тоже футболки обратите внимание на футболке и такие крутые во первых крутые по качеству мне нравится и мне нравятся надписи там сейчас ешь что-то ешь пей любви что-то такое ну как раз сейчас в тему карантина вообще актуальненько вот костюм от кабанчиков мне почему нравится потому что они не полностью спортивные они такие как кажу под ботинки можно одевать ань привет вас прописка городская нет я прописана здесь киевская область сезон содержанки там уже 8 серий то надо глянуть недавно посмотрела сериал софия очень красиво интересно думаю вам понравится исторический я такое люблю доминика у папы с демкой мой муж тоже терпеть не может кудрявый накрученный волос но мне же лучше не надо накручивать а почему случился этот инсультивен секрет конечно это врожденное это патология сосудов головного мозга с рождения так капец а не твой молочинка и и сама ваш мама у меня вообще просто я просто понимаю с моим твой твой ребенка такое случилось но это очень тяжело пережить на самом деле и как бы мама молодец огромное спасибо за вас приятно очень приятно так ну тут почти все кроме вот этой штуки кофе моё как-то не пошло остыла я не люблю остыть еще и горячее ну что ж такое почему ты закручиваешься я же тебя уже чуть-чуть маленькую прядочку я поняла сильно близко нельзя к этому голове они какие у вас сейчас отношения с братьями сейчас и в детстве но успеть я и более близкие потому что мы здесь в киеве со старшим братом у него семья дети и он находится запорожье когда-то улетал америку жить потому что его папа там вот ну типа воссоединение семьей ну как нормальные с братом старшим созваниваемся вот недавно приезжал общались сидели я так сижу такая с младшим более близки еще почему потому что мама работала я его воспитывала и я к нему отношусь как мама ну то есть накормлен ли одет ли это все за него переживаю и так далее старшего я очень сильно любила потому что была маленькая у меня как бы везде возил за собой брал ну как бы там они на гитарах играли он меня брал ну то есть и как бы я очень за ним скучала когда он уехал учиться ну как бы вот так вот никогда не думала что макдрайв будет приятнее чем ресторан сидеть на парковке с мужем пить кофе это романтика да особенно очень прикольно когда берете ну как бы да и идут на вынос и садитесь например где-то на берегу днепра вот например есть русановский канал то есть русановская набережная и днепровская набережная и там можно ножки свесить вот так вот и смотреть на днепр круто блин передержала флока сейчас будет моя нелюбимая сторона накручивается анютка привет красавица скучился хренифир пожалуйста хорошо ир я я года три хотела купить такую штуку для волос но у меня не хватало сил так долго крутить мой максимум помыть чтобы сами высохли но обожаю пудрю я сама не люблю крутить но так как но есть время кручу крайне редко я пользуюсь какие книги почитать я он девочки сбросила то что у меня есть смотря что вы любите есть художественная например литература есть психология кто не читал магию утра советую прочесть сейчас мне кажется самое такое актуальное время вот анечка констоплойка легче у меня она есть но почему-то мне тяжелее вы уже познакомились м а я должна его знакомить я не вижу в этом смысла знакомить для чего так я пошла на другую сторону и она моя такая нелюбимая кстати волосы стали очень такими сухими я не знаю почему что произошло делайте макияж пока дома смысле а я где-то делала его не дома я всегда делаю дома я в основном сама делаю макияж если только какой-то там супер какой-то мега мероприятие я могу обратиться ну как бы к визажисту а так всегда сама так видите тут какие коротенькие вот была операция то есть проблема вот тут в голове и она к сожалению отрастает очень плохо луковицы нарушены лазером и все а мне очень неудобно этой рукой я вообще не лишь совсем не лишь у есть люди которые могут это это я не какой сейчас уход ну а того что когда поездки были их было много последнее время и поэтому как бы пользовалась непостоянный например у меня есть постоянно как бы постоянный уход профессиональный но там по литру очень большие объемы поэтому я брала всякие пробники там короче пользуюсь разный разным уходом для волос теперь жалею у меня волосы очень привередливые когда-то нанимала клининг уборка в доме именно там девочка может прийти это можно считать клининг клинингом или нет именно большую компанию еще нет но наверное придется потому что большой дом надо будет привести в порядок после ремонта как круто что можно дома против а то это да можно к вам обратиться в личку за советом да это те кто используют обе руки ух ты класс я не знала я весы пока на карантине имею ввиду а ну понятно дело что делать естественно дома мне какая разница что карантин что не карантин я все время сама крашусь уход за лицом да есть но у меня еще заканчивается я тем более буду переходить быть забыла джонни не напомнить этот буду приходить потому что у меня вот например мой любимый крем он уже подошел к концу там осталось чуть-чуть я очень люблю но у меня пробнички от ляроши сыворотка такая как типа что у меня еще есть у меня заканчивается есть вот и в роше анти эйдж глобал это тоже такая как типа эссенции наносит после того как умылись наносите ее а потом крем вот я сейчас буду менять просто свой уход потому что он заканчивается и тем более же говорю что весна и надо зимнего перейти на летний также у меня тут это так неудобно капец как кто сам накручивается я вами восхищаюсь честное слово как вы это делаете как вы это делаете люди сейчас подождите секунд хочу разобраться так неудобно просто они во время беременности были растяжки как как боролись 1 беременность доминика у меня с очень большая и сразу появились растяжки еще на четвертом месте беременности сразу же моментально у димита а и на бедрах с димитом как-то было легче потому что растяжки уже были какой крем может посоветовать против веснушек ну опять же веснушки такая вещь это пигментные пятна могу посоветовать но не веснушки есть такая штука с витамином c например но он не сильно выбеливает то есть надо делать чтобы избавиться пигментных пятен зимой надо делать вот как я делаю желтый пилинг лицо становится более светлее и уходят вот эти вот веснушки пигментные пятна и тому подобное а именно от веснушек вы не спаритесь это же веснушки от иван зимний уход уже не подходит он закончился у меня он у меня закончился у меня остался только вот этот вот кремчик там пару штучек вот и все он мне очень понравился я об этом говорила и stories показывала что закончился выбросил уже он мне сразу ушел постоянно хотела купить эту плейку в итоге мама подарила конусной тоже довольно конусные прикольные и у них очень красивые эти локоны получаются но мне конус на неудобно мы не блины это неудобно хотя кажется что очень легко нифига не легко вы видите я мучаюсь как боролись растяжкой маслами то есть есть разные масла выбирайте то что вам есть специальная косметика которая типа борьба с растяжками но у меня не было у меня только исключительно масла я пользовалась маслами и мне казалось что помогает потому что кожа должна когда ну как наш натягивается вот она должна быть напитана и увлажненная масло в этом помогает не думала сделать пудровое напыление бровей не кудряхи на длинных тоже класс смотрится решила отращивать а сейчас нет другого выбора потому что все закрыто и ты нигде не подстрижешься сама я не умею ну как бы я накрутиться не могу выговорить а подстричься то я настригу вот что голова разболелась зависла ой а сейчас нормально скажите видите меня слышите тишина вытаскивает а я что коза это закрутила все нормально ну слава богу просто я на домашнем интернете он мне кажется хуже чем киев старовский так нифига не понятно ничего все хорошо сына ладно волосы встречи на ногах как гель-лак снять это проблема понимаю потому что я как раз перед этим карантином ну так получилось перед дофинами я сделала и ну как бы маникюр на руках и на ногах успела все окей но я понимаю что кто не успел это же проблема потом блин на ногах вообще ногти начинают болеть анечка не думали написать женский роман думала честно думала пьете растворимый кофе не я терпеть не могу растворимый кофе я вообще считаю что это отрава только натуральный про растяжки пропустила сейчас тоже есть растяжки остались после как бы родов они ж никуда не делись они могут стать меньше ну как бы если например вы пользуетесь лазером можно их убрать помощью лазера но опять же как убрать те которым больше десяти лет очень сложно убрать гель-лак пусть сам снимется вместе с ногтями да да девочки шоу меня тут посмотрите норм или где-то я что-то пропустила где то есть прямые вот это прямая блин пропусть да кофе варю в турке у меня их несколько и последний раз вот мама мне привезла турочку такую прикольную и в ней кофе хорош получается мама реже стала к вам приезжать не то чтобы реже просто раньше она на дольше оставалась сейчас как бы ну большую часть времени на проводят запорожье да так вот что держите и рядом когда загорелое тело вроде меньше видно их вообще как загорелое тело тело выглядит лучше это факт вам удобно то что у вас чуть-чуть не поняла я иногда сама ковыряю гель-лак хотя это лучше не делать я в этом плане настолько ну как бы привыкла даю что ты пошел в салон тебя привели в порядок что когда вот такая вот ситуация как сейчас иногда не знаю что как с ней справляться до в турке очень вкусный кофе от турки много зависит это правда я тут ничего не пропустила как я отношусь карантину карантин как карантин как нему относиться куда мама уехала с вами ведь собиралась жить она в запорожье у нее там квартира девочки очень сложно жить с родителями вот когда я приеду большой дом тогда можно как бы именно чтоб мама не просто приезжала а именно жила почему потому что ну сами посудите даже вот взять наших мам я им тоже не особо бы хотелось жить родителям и неважно насколько сильно мы любим своих родителей ну потому что мы взрослые самодостаточные личности а у каждого из нас свои какие-то потребности свой рацион как бы свой этот свои привычки и когда это маленькое помещение как например этот маленький домик то очень сложно чтобы вот было все каждый хочет может каждый тянет одеяло на себя анчика на ул x много мастеров на дому если не боитесь ну во первых не вижу пока смысла потому что для чего да это не какая-то там прям срочно надо могу походить из такой длиной это раз второе я хожу только к тем мастерам которые как и по рекомендации или которым хожу уже давно и проверенные они а эти например какой-то девочки на дом ну я не вижу смысла тем более например руки-ноги они у меня в порядке а просто постричься подожду вот вам удобно то что к вам все все обращаются на вы я думаю это не в плане как бы ну кто-то меня не знает и поэтому как бы в силу воспитания говорят вы кто меня знает давно например ты для меня что вы что-то если кому-то удобно ты окей кому-то удобно вы ради бога ну то есть мне удобнее наверное на ты потому что ну как бы мы тут все как интернет подруги ну для меня тогда то есть и поэтому поэтому как-то ты ближе что ли насчет родителей тогда конечно с родителями надо жить отдельно у каждого свои правила вот да поэтому каждый хочет ложиться спать тогда когда он хочет например да у меня мама любит смотреть сериалы до ночи там до 3 ночи а представьте в одной комнате с детьми ну то есть это не совсем удобно вот то есть кто-то ночью встал если кто-то встал просыпаются все остальные ну короче я имею ввиду что все-таки надо чуть-чуть подождать надо приехать и тогда маму забирать так пошла я уже сюда все небольшая так согласно каждый должен быть свой уголок и комфорт все верно я тоже с мамой долго не могу полностью согласна даже самая прекрасная мама начинается временем уставать устанавливать свои прядки до каждого свои тряпочки каждого свои бумажечки какие-то где-то кто-то как-то сохраняет у родителей есть такая штука как там я не знаю они но у меня есть например определенные эти тряпочки для посуды у меня одна для посуды другая для стала там раковину помыть потому что я не мою раковину той который мою посуду поэтому для меня ну так как это например мама делает по-другому меня начинает телепать ну как бы я стараюсь уйти из кухни то есть и оставить тогда кухню на нее потому что две мы просто не не сможем быть ну короче поэтому да неизвестно какая стерилизация на доме но тоже факт согласно лучших проверенных профессионалов чем мм занимается работой у него несколько парафий а брови чем красишь ну я крашиваю девочек я вами их рекомендую обычно если я хожу красить то у меня есть несколько девчонок которые делают это хорошо просто они находятся в разных районах я хожу в разные районы зависит от того например где я нахожусь я договорилась и мне сейчас удобно например в центре для мне удобно на левом берегу например и я сразу рассказываю вам потому что я знаю что например кто из киева вы живете же в разных районах и может быть вам будет полезно и может быть это будет рядом и как бы моя рекомендация пригодится поэтому так ой тряпочки это отдельная тема о да чем ваша мама занимается меня мама пенсионер ничем новый дом обязательно посудомойку это гениальная штука у меня была в прошлом доме посудомойка но не скажу что я сильно ею пользовалась но в любом случае она будет да блин это что-то голова разболелась надо выпить таблетку виски болят по глазам видно я вижу такая подзамученная как как будто бы хотела только проснулась до головного боль сразу ощущаешь по внешнему виду даже так но я почти вот общалась с вами и почти за финалила самое сложное мне дался затылок а детки где детки у папы так как карантин он тоже на карантине он скучает и поэтому неделю дети у него эта неделя уже заканчивается но потом они их вернет это от погоды вам раньше часто болела потом как-то прекратила сейчас тоже не часто болит а сегодня вот прям проснулась с головной болью и она вроде под утихла сейчас опять начал болеть когда следующая часть love stories не знаю мне знаете как мне последнее время даже посты не особо хочется писать потому что все говорят про коронавирус и такое ощущение как будто бы если ты напишешь что-то хорошее что-то приятное что-то ну как бы не касаешься коронавируса то тебя закидают помидорами ну вот такое хайта ощущение я до развода страдала постоянным головными болями иногда бывало но уже гораздо реже давно вас операции было у меня было раз-два-три-четыре операции поэтому какая из них одна была 2001 году потом 2011 ой нет сейчас 9 11 год 12 и 15 они то сколько вы стали делать укол во сколько я стала делать уколы красоты первый укол красоты я сделала два года назад это такой красоты был в лоб у и копчука это пластический хирург я у него уколола лоб сделала получается чтобы не морщинился вот через год опять сделала у него а губы еще делала да я уже забыла про этих губы делала когда я делал наверное тогда же то есть после 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 тридцати трех я начала делать уколы красоты где-то в 33 мне было наверно а ты начинать сразу как говорила story story сной давайте отвлечемся а ну наверное надо да они многие перебарщивают с этим вирусом и штуки кидают постоянно лучше ты выкладывай а я помню как вы рассказывали свои первые уколы да я даже видео снимала вот я сделала эту но мне есть на канале если вбить в youtube и жизнь мама которая девушка там есть эти видео куда собираюсь во двор в лес хочу поехать ну как тут лес принципе в 100 метрах от дома но хочется выехать к реке наверное у нас тут местами далеко а собираюсь ну потому что надоело прямые хочется захотелось локоны как часто раз в год я делаю уколы в лоб вот сейчас делаю в мае почему в мае потому что рекомендуют врачи и косметологи что мышь начинаем морщиниться соответственно появляются залома когда мы большую часть морщиниться когда солнышко держится препарат в основном где-то месяца три-четыре поэтому лучше всего делать это перед летом опробовали массажи для лица говорят помогать для профилактики старения кожи это тоже самое например если делать массаж например попы да конечно помогает эта циркуляция крови и тому подобное я не делала я делала массаж лица разово ну просто попробовать курсом не проходила но я думаю что да это работает аня здравствуйте как воспитываете доминику отношения как с подружкой куда мы как бы эту тему часто поднимаем ну в плане миду подписчики просят девчонки разные просят у кого тем более девочки есть надо написать наверное я не знаю я делаю все на интуицию как-то как-то как чувствую а как это все разложить и ты надо сесть написать на на вместе с никой чтобы она дала какую-то обратную связь и наверное может видео даже с ней записать мы стебемся друг на другом но именно вот конкретно да иногда это переходит даже на грань обиды в плане того что ну то есть колка пошутить вот но мне с ней очень комфортно какого сегодня погода солнышко я тоже помню первые колы красоты . такая красавица особенно сейчас спасибо влоги твои на площадке дома помню скоро все верну как говорит на дочкой и я тебя не люблю а просто обожаю класс в см или она берите плед фрукты и термос сейчас я одна он скоро приедет и как раз все привезет я приготовила шампура и мангал и мы поедем мы сначала думали во дворе но уже двор надоел тем более лес рядом река рядом почему бы не погулять там а не расскажи про уход за кожей доминики когда начали чем ничем она просто умывается я говорю что надо кожное сало ну как бы смывать но когда ей покупаю какие-то средства все равно не пользуется пока просто вода и все она делает иногда маски какие-то на мои может брать не антича такие легкие типа черная маска лишь такое я вас так давно смотрю что уже какое-то родное вас ваши с ваших самых первых видео еще до появления демида вы настоящая лучшим смысле этого слова боже как приятно спасибо большое правда это уже пять лет вы меня смотрите это круто часто болеет демид слава богу этого тву ника почти вообще не болеет я уже не помню когда она болела но это сразу же я блокирую у меня я уже рассказывала да есть у меня определенные средства которые помогают от кашляции сиропа рида мне очень помогает там на растительной основе хотя когда пусть написала то многие начали говорить зачем ты рассказываешь если ну типа кто-то пойдет и купит а ему не подходит но я говорю я всегда рекомендую консультироваться с врачом но в любом случае я точно так же узнаю о каких-то препаратах других например мам блогеров но я ж не иду покупать да я говорю врачу а вот такой вот препарат он вам как и мне врач объяснил да он неплохой но было пару раз такой когда вот мамочки рекомендовали я врачу говорю да неплохой можете брать то есть вот поэтому ой надо выключить и что я начала давать начала давать и но есть рождение давала просто были перерывы а сейчас даю на постоянной основе это биогайя с витамином d или просто биогайя если лето то просто биогайя и вы знаете иммунитет стал гораздо лучше также омега-3 то есть вот эти вот пищевые добавки кто бы что ни говорил но не работают я тоже как подружка с ними моим 17 19 лет девочкам да даже чересчур но это да у меня иногда бывает когда ника загоняется говори ника я твоя мама успокойся ну то есть потому что бывает они все зависит от ребенка мы с мамой тоже подружки 1 29 другой 62 тоже степенность это круто бывало так что дочка разговаривала с вами как не с мамой ставила себя выше а как это понять ставила себя выше я чуть-чуть не понимаю как бы это но общение в плане ставила себя выше ну хотя бы пример хоть одно предложение потому что не понимаю но так и не замечала и смотрите с рождения демида мне очень нравится следить за вами вы прям все по душе спасибо приятно у нас в рамках уважения это здорово это круто и я первое видео посмотрела бросок в рату да многие посмотрели первое видео и остались представляешься в другой сфере работы я же была в разных сферах работы поэтому как бы пока нет но именно работа может быть разная но я не хочу работать на кого-то для меня это наверное просто катастрофа сидеть в офисе от звонка до звонка это не для меня вы не красите волосы это ваш натуральный цвет да это твой пока не надо клёпа на заднем плане до отдыхнет а я попал Продолжение следует... 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 Ребята, был телефонный звонок и оно прервалось, поэтому я не знаю, видите вы меня, слышите или надо его заканчивать. Бегая очень классная, нам сразу в роддоме назначили, вот идеально тоже даю сезон. Продолжение следует... А, все, все есть, но я все равно заканчиваю, потому что Эм уже едет и я хочу накраситься, а краситься и разговаривать не очень получится. Девчонки, спасибо вам большое за эфир, он чуть-чуть странный получился, но я завтра еще выйду. Вот, поэтому всем хорошего дня, люблю целую и пока-пока.